Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, у нас продолжение House Flipper, и если ты зашел сюда, чтобы посмотреть возможные проекты и дизайны своего будущего дома или же квартиры, то тебе не сюда, тебе нужно пройти мимо, так как здесь мы делаем так, как делать не нужно, потому что со вкусом у меня огромные проблемы, и естественно я не дизайнер, естественно у меня нет какого-то такого прям, такой предрасположенности, чтобы что-то делать. Красиво, чтобы было так, как прям всем нравится, ну короче все, забили, давайте мы будем выполнять задания, потому что я их очень долго ждал, тем более после той серии в полутора часа почти, да-то не почти, там больше было, потому что я повырезал половину, но давай не об этом. Александр Кваша, привезти сад в порядок. Кваша, кстати, это наша подружка, да, получается, мы уже у него выполняли задания. Снова здравствуйте, к сожалению, моя командировка продлится дольше, чем я ожидала, и вернусь домой я только к концу недели. Единственное, чего я хочу, это отдохнуть у себя дома, и я опасаюсь, что беспорядок в саду может вывести меня из себя. Пожалуйста, приведите мой сад в порядок и подстригите газон. С уважением, Александр Кваша. Хорошо, давай, Александр, мы тебя подстрижем газон, все будет вообще красиво, все будет здорово, все по этому, по книжечке. Покосить газон, убирать, ну да, убирать, именно так это и пишется. Делать мы будем, естественно, не спеша, это наш неспешный симулятор ремонтов, и, собственно говоря, если ты до сих пор еще не подписался, то почему ты этого не сделал, я вообще понятия не имею. Обязательно нажми подписаться, там вот, ну короче, кнопочка там есть, поэтому нажимай, и напиши какой-нибудь комментарий. Ну и, естественно, лайк поставь, уж черт, гулять так гулять. Нажал на комментарий, ой, написал комментарий, уж поставь лайк и подпишись, ну почему бы и нет. От тебя это не потребует особых каких-то усилий, а для меня очень приятно и очень мотивирующе. Так, где здесь, а, у меня же на карте все отображается. И да, если я сейчас смотрю как будто бы в камеру, то смотрю я вовсе не в камеру, я смотрю только-только-только на карту. Ну что такое, где? Ой, опа, очко умений появилось у нас. 16 минут по ГОСТ, 40 посаженных растений, елки-палки, это что, сколько нужно всякое и всячина выполнить, чтобы у тебя появилось окно, очко еще. Лопата больше эффективности. Нет, вы как бы не лопаты быстрее, хотелось бы, конечно. Так, ротов бы можно было бы видеть. Слушай, давай вот, давай лопату эффективнее сделаем, ну почему нет. И, естественно, больше шансов на успех в торгах. Там, конечно, можно было бы опять прокачать умения с, как их называют, с требованиями. Но нет. Мы все-таки решили, что будем торги прокачивать. Так, где здесь еще-то мусорка? Представляешь, не вижу, прям в упор. Но это, видимо, она долго достаточно была в командировке, это Александра, потому что, ну, сколько здесь сорняков выросло, это прям жуть. Весь огород зарос, весь сад зарос травой. И мало того, что просто травой, так она еще высоченная, смотри какая. Огромные просто кусты. Так, еще вот здесь вот, здесь вот, здесь и вот тут чуть-чуть совсем осталось. А, ну 93% уже выполнили, это большие мы молодцы с тобой. Ну-ка, где, где, еще вот тут. Вот, рядом с деревом прям, вот он он, вот он он. И представляешь, если бы мы были сейчас без навыка вот этого? Я не представляю, я бы здесь ходил полдня, полдня, наверное, потратил бы на то, чтобы найти всю траву, которая растет лишнее. Покосить газон, ну, покосить газон мы любим. Только не на ту кнопочку мы нажимаем, вот. Берем бензокосилку. Хорошо, в нее не нужно покупать бензин. Так, ну-ка, ся. Погнали. Вот это вот здоровская тема, просто здоровская. Гоняешь на этом тракторе ручном, вкусишь траву, наслаждаешься пением птичек. Смотришь, как капают тебе деньжата на счет. Правда, здесь нам платят очень мало за покос газона. Тогда у нас что-то... Тогда, видимо, мы делали какой-то ремонт у каких-то рокфеллеров, потому что там нам платили что-то 200 тысяч, а сейчас нам всего 15 накапало. Да и 15 тоже буду рад, так как мы особо в деньгах-то не нуждаемся, а нам просто нужно выполнить задания. Я так понимаю, это все-таки какой-никакой-то сюжет. И что касается крупных проектов, это отдельная история, а вот эти вот задания, я так понимаю, разблокируют всякие новые предметы, всякие новые плюшки. И, в общем-то, просто приближают нас к завершению карьеры ремонтника вот этого человека, который ремонтирует дома на заказ. Хотя, хрен его знает, сейчас посмотрим, и что там, когда мы задания выполним. Ну, не сейчас, естественно, это будет через серии 7, может быть, через 6. Я думаю, до 30-очки-то мы дойдем. Хаос флипера почему нет? Вам вроде как интересно, мне вроде бы как бы тоже, поэтому пока не надоело никому из нас, мы этим будем заниматься. Так, сколько я эту пляшину буду косить? Сколько можно? Так, вот тут мне не нравится то, что вот осталось. Эти, хе-хе, эти. Где там еще? Погнали, погнали, погнали. Ну, зачем ты застрял? За дом зацепился, представляешь? Представляешь, зацепился газонокосилкой за дом. Что за человек? Ну-ка, ну-ка. И остается всего ничего. Ну, на 25 тысяч, я думаю, мы с тобой назарабатывали, да? На 23, ну и хорошо. Свежескошенная трава, что-то там на-на-на-на написано было. Ну, я на интер нажимаю, почему он не выполняет заказ? А, видимо, с газонокосилкой интер, значит, немножечко другое. Облагородили, так скажем, сад для этой нашей подруги, для женщины. У себя, что ли, постричь этот газон? Потому что, ну смотри, у нас вон сколько травы растет. Ну нет, нет, мы сейчас этим заниматься не будем, мы будем выполнять задания. Миша Пеночкин, я хочу воспользоваться твоими услугами по ремонту дома, мой сладкий. Ой, волей-неволей придется к нему все-таки приезжать. Привет-привет, я рад, что ты предложил мне свою помощь по ремонту дома. Надеюсь, что предложение все еще в силе. Ты же не откажешь такому классному парню, как я, правда ведь? В общем, дело обстоит так. Месяц назад я въехал в дом моей двоюродной сестры, которая, к моему сожалению, художница. Ее художественная натура говорит ей, что надо жить в доме, который выглядит как новогодняя елка. Честно, эти цвета так ужасно режут глаза. Я больше не могу это терпеть. Я постоянно злой, я боюсь, что из-за такой кислой мины у меня появятся морщины. Это было бы ужасно. Нам надо это предотвратить. И ты, мой котик, должен мне в этом помочь. Какой я тебе котик вообще? Прежде чем моя сестра вернется из турне, тебе надо перекрасить все стены в доме в какие-то нормальные цвета. Мягкие, спокойные. Ты знаешь, какие я люблю. Спасибо тебе за все. И помни, что надо поспешить. Целовашки. Миша Пеночкин. Мне кажется, Миша Пеночкин немножечко нетрадиционной ориентации. Или же он просто наш очень-очень хороший друг. Потому что я не понимаю, как еще можно позволять людям с собой так общаться. Я просто за соблюдение норм субординации какой-то, да? За соблюдение субординации в принципе. И такая вот манера общения, она вообще не... Как это называется? Не... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Короче, плохая она. Вот и все. Здесь нам в саду ничего делать не нужно. Что нам нужно сделать? Несколько стен... Несколько комнат просто надо перекрасить. Но это делов на пару минут Здесь нужно покрасить в сонную синеву Естественно, берем с тобой эмочку, наверное Эмочку, хватит эмочки? Хотя, вряд ли хватит, но постараемся хватить Мы же экономию прокачали, у нас сейчас вообще все Только в путь красится Еще и скорость огроменная, смотри, как быстро красится все Так, 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 ну что такое? Угу Угу Давай-давай-давай, наяривай Гитара семиструнная Так Здесь покрасил Здесь сейчас тоже накрашу Мне нравится вот так красить, потому что Потому что, потому что быстрее гораздо все типа происходит Хотя по факту-то скорость не увеличивается от того, что я быстрее вожу этим валиком Но для меня, конкретно для меня Это кажется гораздо более удобным вариантом Не знаю, я люблю, когда сразу видно результат какой-то Типа вот я намазюкал и вижу, что уже пять стен почти покрашено в синий цвет Хоть не на сто процентов, но они покрашены И смотри, уже почти вся стена Остается потом еще пару раз провести и уже все, и уже готово полностью Красота-красота Я обычно, когда занимаюсь рутиной какой-нибудь, типа там перекладывание какой-нибудь ерунды Из одного в другую Я, ну или, не знаю, какая-нибудь рутинная работа, в общем Я начинаю с самого конца Что, ну сначала идешь с самого начала, потом идешь с самого конца И посерединке встречаешься Типа, когда ты с конца идешь, то ты конец приближаешь, так скажем Когда потом обратно с самого начала пойдешь То конец уже будет ближе И, естественно, ты будешь как-то себя чувствовать более спокойным Не знаю, это как-то в голове где-то там сидит По факту нихрена не меняется Ты как делал тот же объем работы, так и делаешь Но это гораздо проще И гораздо спокойнее становится тебе на душе Морально, короче, становится гораздо спокойнее Так, где мы с тобой не покрасили? Где мы с тобой не покрасили? Че, хочу сказать, мне нужно покрасить еще и вот эти откосы? Но не может быть такого Ммм Я не хочу красить откосы Неужели правда их нужно покрасить? Да, представляешь? Какой кошмар Они же должны быть белыми Мы с тобой решили уже четко, твердо, что они должны быть белыми Не дело, не дело, конечно Так, погоди-ка А где еще? Что? А, вопа Все Спальню мы с тобой покрасили Продаем Да не аморально, это прибыльно Блеклый лимон Мой любимый цвет Как мне написали в комментариях Твой любимый цвет У тебя, говорит, кроме серого, белого и черного Никаких цветов других нет И я полностью с этим согласен Как я сказал, что на правду не обижаются По типу, что у меня вкуса нет Я полностью с тобой согласен Ты видишь цвет моей футболки, цвет микрофона И цвет, в принципе, всего вообще на мне Это и есть футболка и микрофон И ты видишь, какого они цвета Черного У меня вся одежда черного цвета И если 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 ты до сих пор сомневаешься То да, в моей жизни не существует других цветов Я не люблю другие цвета Я люблю темные и черные цвета Не знаю почему Видимо, когда-то у меня там что-то в голове перемкнуло И я решил, что эти цвета самые Самые простые Самые практичные И самые красивые У меня есть, конечно, другая одежда Но я просто не ношу У меня даже рубашка черная Кроссовки, носки, рубашка, штаны И все черное Я не знаю Мне проще так в этом ходить Правда, вот кот так не думает Потому что, например, когда берешь рубашку Она вся в кошачьих волосах Я, когда носил рубашку Ну, когда-то какие-то периоды бывают в жизни То есть не то, что периоды в жизни А именно время года Когда не так жарко Никогда не так холодно Можно надеть рубашку Когда рубашку надеваешь В принципе, на белой рубашке не видно Просто она просто Шерсти кошачьей Даже если ее видно То она не так сильно выделяется А вот на черной рубашке Это ад просто Я каждое утро Идя на работу Мучился Мало того, что я ее гладил каждый день Постоянно просто гладил Потому что она такая Ну, она хорошая И она мнется очень сильно И я Мало того, что ее гладил каждое утро Так я еще и Отчищал ее от кошачьих волос Хотя, в принципе, с котом я не обнимался В ней Даже если очень сильно хотелось Я не обнимался И кота в моей комнате вообще не бывает Я его сюда не пускаю Ибо он Косячит Тут на портач Че-нибудь А мне потом Исправляй Вот И я намучился с ним Точнее, с этой рубашкой Ну, с котом, в принципе, тоже А почему я Нет Я хочу вот это красить Вот Так что вот с черной рубашкой У меня был Немножечко такой Не очень хорошие отношения У меня были с черной рубашкой Но она мне очень нравилась Да и сейчас нравится Я в ней тоже А бывает иногда похаживаю Опа А, не, я не выполнил еще Подожди, я сейчас докрашу И тогда уже буду сдавать Вот Так что Вот черные цвета С одной стороны, знаешь Кажется, как будто бы Их хрен испачкаешь Да, по факту Тут на них Видно Грязи И всякой вот этой вот Мелочи Гораздо больше Чем на Светлых тонах То есть Серая одежда Самая вообще практичная Ввиду просто того Что ты Ее В принципе Не испачкаешь Серую одежду Блин, это надо в грязи Изваляться Или на газоне Поспать На свежескошенном Чтобы Ее попачкать Хотя Может быть Это мои догадки Может серую одежду Тоже очень просто Испачкать У меня не было Никогда серой одежды Ну прям Чтобы серый-серый Все попродавать Можно было бы Вот Денюжек скалымить Опа Подожди-ка А еще одна комната есть Да Еще одна комната есть Я чуть не сдал заказ Представляешь Смотрю Полоса не до конца Дошла И думаю Не-не-не Ни в коем случае Нам нельзя Уходить из этого дома Пока не закончим Доделывать Вот этот ремонт Ой Господи Кто ж так красил-то Ты хочешь сказать У меня Вкуса нет Посмотри Вот кто здесь Белую полосу оставил Кто решил Что здесь ее красить Не нужно Видимо Такой же человек Как я Которого тоже Нет вкуса Так Берем И погнали красить Что Кончилась краска Что Серьезно Не может быть такого Быстро красится Слушай Очень быстро красится Здесь все Так здорово У меня все Получается Надо еще Три стены Сделать Чтоб красилась Одновременно И Будет вообще Огонь Будет вообще Классно Угу И совсем Чуть-чуть Остается Прям совсем Малеха Малехонько Остается И задание Уже Будет готово Хотя Играем И даже Меньше 20 минут Представляешь Меньше 20 минут Прошло А уже Два Задания Мы Выполнили Это же Хорошо Это же Очень Здорово С таким Прогрессом Мы Все Задания За Серии 5 Выполним Я думаю Хотя Может быть И Поменьше То есть Если мы По 3 Миссии Даже Будем Выполнять Там У нас Сейчас Было 11 Сейчас 10 Останется И Получится Там Даже Есть По 3 Миссии То Это На 3 Серии А 3 Серии Для нас Че Для нас Расплюнуть Просто Неделька Даже Меньше Так 90% А Ну это Получается Нужно Еще Окна Ити Покрасить Вот Видишь Белый Цвет Изначально Игрой У Откосов Не Является Правильным То есть Нас Просят Покрасить Всю Комнату И Естественно Все Откосы Так что Даже Не знаю Что Правильно Вообще У нас Везде Все Принято Белым Цветом Делать Подоконник Белый И Откосы Тоже Белые Логично А здесь Видишь Не очень Все Правильно На 357 Тысяч Мы накрасили Слушай Мишка Конечно Немножечко Горячится С обращениями Ко мне Но С другой стороны Очень хорошо Платит Так что Так что Почему бы Не позволить Себе так С собой Общаться Хотя Все равно Как-то это Низко Очень Такое Дело Терпеть От Мужика Какого-то Угу 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 Нога Зачесалась Прям Сил Нет 25 Апреля Откуда Ты знаешь Сколько Времени У меня Откуда Ты знаешь Что я Записываю В это Время Блин Слушай За мной Следят Жаль Что Состояние Счета Здесь Не особо Правильное Немножечко Меньше У меня Денюшек Божия Божия Ростова Еще Одна Деталь Для счастья Здравствуй Милый Надеюсь Я угадал Твой пол Потому что На твоей Визитной Карточке Нету Имени Только Название Фирмы Я обожаю Свой Маленький Милый Сад В английском Стиле Люблю Свои Растения А не Меня Только Одна Единственная Вещь Не так Идеальна В моем Райском Местечке Пергола Почему И сейчас Объясню Потому что Ее нет Понимаешь Дорогой В таком Красивом Идеальном Сладком Саду Нет Перголы А я Очень Ее хочу Но Такая Девушка Как я Не сможет Удержать В своих Деликатных Ручках Большой Тяжелый Молот Моя Кожа Слишком Нежная Для Гвоздей Я могу Смертельно Пораниться Или того Хуже Сделать Шрам На моей Прекрасной Коже Которая Останется До конца Жизни Я бы Не вынесла Этого Дорогой Собственно Это и Есть Моя Просьба Мне нужен Кто-то Сильный Мужественный И такой Как Ты Чтобы Спас Меня От этой Страшной Судьбы И устроил В моем Саду Перголу Если Ты Все Девушка То Ты Тоже Подойдешь Для Уполнения Того Задания Хотя Я Не Признаю Твою А Не Признаю Исполнение Таких Приземленных И грязных Работ Такими Прекрасными Созданиями Как мы Женщины Подумай Как хорошенько Юная Леди Действительно Ты хочешь Марать руки Для этого Существуют Мужчины Вот так Вот Да Ты Ах Женщины Женщины Вот так Вот Прям Сразу Прям В лоб Говорят Что Ты Марай руки А вот Ты Лучше Не Надо Для этого Мужчины Существует Ну Ладно Ничего Страшного А Внутрь нам Нельзя Заходить Это Вот Интересненько Так Заходим Говорю В сад Ой А что Нам нужно Здесь Вообще Это Дело Беседка 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 А Пергол То Где Здесь Черный И Основание Тоже Черное Купить Сейчас Ого Ну Беседка Естественно Будет Вот Здесь Она В углу Должна Стоять Блин А что Она Дальше Нельзя Дальше Было Поставить Подожди Подожди Мне не нравится То что Она Здесь Стоит Так Погоди Посмотри Темное Купить Сейчас Я не хочу Чтобы Она Здесь Прям Стояла Я хочу Чтобы Она В уголке Вон Там Стояла Хотя На котором Уже Находится Все Остальное Чугунный Столик Темный Естественно Что же Мы будем Мучиться Со Светлыми Столиками Посерединке Где-то Поставим И Четыре Стула Так Вот сюда Поставим Вот сюда Поставим Все Сидят За Столом Вот Это Дело Тоже Поближе Пододвинем Вообще Красота Смотри Какая Что Все Что И за Это 238 Тысяч Нас Хотят Нам Хотят Заплатить Ничего Себе А где Пергола Я так И не Понял Пергола Мы так И не Установили Пергола Это Вроде Какая Хрень На Которую Растения Вешаются Нет По которой Плетутся Растения Ну По-моему Да Виноград Там Еще Какие Плетущиеся Растения А Нет Смотри Особ Тут Не Пропадают Задания То есть Они Новые Появляются Ого Сколько Мы Выполнили Уже Папка Входящий Эдуард Волчков Необходима Дополнительная Ванная Комната Здравствуйте Я купил Большой Дом В котором Очень Уж Не Хватает Второй Ванной Комнаты Это Я понял Спустя Неделю Проживания И уже А И уже Знаю Что Так Больше Не Выдержу Возле Кухни Есть Помещение Идеально Подходящее Для Ванной Давай Ко мы С тобой Займемся Ванной Комнатой И комнатами Естественно Обычными Покрасим Там Стены И будет У тебя Все Очень Здорово Где Здесь А Здесь Нужно Стену Сломать Вот Эту Что Ладно Тебе Рассказывает Продаем Ломаем Хренак Хренак И все Как будто Стены Те Не Было Отлично Хорошо Ну давай Займемся Тогда Сразу Стенами Чтобы Они У нас Тут Просто Так Не Висели Не Стояли Чтобы Мы Уже Потом Занимаемся Исключительно Ремонтом И Ничем Более Так Вот Отдел Тоже Надо Красота Ну Так Стены Еще Где Нужно Ломать Пошалить У него Домин Какой Большой Где Здесь Еще Нужно Сломать Стены Ну Ка Быстро Мне Покажите Где Стены Надо Ломать Не Больше Походу Нигде Займемся Тогда Продажей Дверей Оп А Ну Все В принципе Занялся Продажей Где Здесь Нужно Покрасить Стены Давай Посмотрим Общий План Стены Мы Поломали То есть Спальня Спальня Кладов Кладовкой Давай Займемся Потому что Кладовка Она хоть И маленькая Но Задач Здесь Очень Много Кладовка Маленькая Комната Должна Быть Где-то Здесь Где-то Маленькая Комнату Вот Типа Вот Этой Да Удалить Предмет Стальной Стеллаж Тык Тык Все Готово Дело Клад Уложить Настенную Плитку Керамическая Настенная Плитка Но это Мы Сейчас Выберем Вообще В кладовке Туалет Должен Стоять Я не пойму Это Какая-то Неправильная Кладовка Керамическая Плитка Керамическая Плитка Серая То есть Я должен Выбор Сделать Или же Это Это Настенная А Это Напольная Я просто Не понял Почему я А Я понял Все Я понял Он же попросил Вторую кладовку Ой Вторую ванную Сделать Поэтому мы делаем Из кладовки Ванную Вот оно Чем Ну такое себе Если бы Была бы Реально какая-то Комната Свободная Кладовку Просто под ванную Переделать Это вообще Не круто Ну на самом деле То есть Ты Берешь И пространство Для какого-нибудь Мусора Который тебе Очень позарез Нужен По жизни Что это было Сейчас Берешь Короче Это помещение Для мусора Который тебе По жизни Нужен Который тебе По жизни Нужен И И все И И удаляешь И делаешь Там Ванную Хотя У тебя Уже Есть А кладовки У тебя Второй Нету Чтобы Братья Так смело Прощаться С Единственной Хотя Может У него Мусора Нет Никакого Может У него В Огороде На Участке Стоит Сарай Так что Тогда Ладно Тогда Можно Тогда Можно Попрощаться С кладовкой И Сделать Там Ванную Правильно Правильно Думаю Мне хватит Этой Плитки Которую Я купил А то мне Так лень Нажимать На кнопку Тап И покупать Еще одну Просто Прям Не представляешь Как А мне Не хватит Сто Процентов Мне не хватит Прям Поганых Четырех Штучек Представляешь Прям вот Прям вот Маленькую Прям малость Мне не хватит У меня конечно До сих пор Осталась Надежда Какая-то Что мне хватит Но у меня не хватит Прямо именно Наверное Четырех И не хватит А еще Обиднее будет Если мне не хватит Одной Куда мне надо Вот сюда положить Что-ли еще Да не Бред какой-то А куда надо А Ёпт Твою налево Не Одной Мне точно Не хватит Мне Не хватит Гораздо Больше Вот кто Придумал Туда Класть Целый Этот Слой Плитки Неужели Нельзя ее Горизонтально Бросить И все И хватило бы Мне все Я бы все Сделал И все Были бы Довольны А то Какой-то Абсурд Получается Ну-ка Продавай Теперь Напольная Плитка Напольная Плитка Я так понимаю Это вот Это Нет Нихера Это не Напольная Плитка Вот напольная Плитка То есть Там просто У нас был Вариант Ту Или другую Покупать Ну прям Как в каком-то Не знаю В какой-то Сауне Сейчас я Немножечко Подвину тебя Поближе А то у меня Есть ощущение Как будто Я говорю Не тебе Я просто Не знаю Мне комфортнее Когда микрофон Находится все же Ближе ко мне А то Получается Как будто бы Я разговариваю Со стеной И мне кажется Как будто Я Ну Я говорю Достаточно тихо Мне кажется Как будто Ты меня не услышишь Сейчас я знаю Точно Ты меня услышишь Так А где мы здесь делаем Что еще надо делать Установить устройство Туалет Душ Ванна Зеркало Туалет Ой Какой хорошенький унитаз Он и называется Хорошенький унитаз Ну нет Мы возьмем Унитаз компакт Вот этот естественно Купим сейчас его И поставим Вот сюда Блин Не Давай лучше Сделаем Сделаем вот это Сделаем вот это И А где душ Это должен быть Вот душ Где должен быть Давай с душа Начнем Чтобы относительно душа Уже поставить унитаз Иначе мы Поставим сейчас унитаз А у нас душ не влезет Вот будет не здорово Душ естественно Мы ставим как всегда Вот этот Все в белом цвете Все в светлых тонах Еще и с выпирающей этой Выпирает короче она И мне это не нравится И не повернешь же никуда И не отъедешь А может быть есть Какой-нибудь другой душ Который поуже немножко Может типа вот этого А? Давай попробуем Нет наоборот Он как раз таки еще и больше Получается самая практичная штука Это вот Либо же вот этот Который кстати не выпирает Ну настолько Насколько выпирает тот Так что давай-ка мы Вот этот поставим На то совсем уж Блин заходишь И у тебя получается Тут кнопка И все И душ стоит Новый Этот мастер на все руки У нас с тобой прокачался Выравнивание гипсом Это хорошо Туалет Унитаз Задание Туалет Не тот Вот этот Купить Ставим Установить Так 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 Красота И раковину Ну поставим Вот эту Естественно Потому что мы С тобой ее уже Очень часто Очень часто Уж Используем Пускай она будет Она такая Знаешь Вроде не особо Дешманско выглядит И в принципе-то И недорого Богатая И компактная Не знаю Я ей предпочтение Отдаю Так как она Выглядит приятно Ой 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 Че творится Че творится Вода протекла Мимо немножко Ну и ничего страшного Беда-то какая Ёлки-палки Швабры никто Не отменял И никто Никто не Никто не отбирал Давай протрем Все Красота Зеркальце Естественно Зеркало Куда же без него Купить сейчас Ну и зеркало Давай поставим Перед туалетом Перед унитазом Чтобы сидеть И любоваться Ух Смотри Там отражается Правда Все как есть Круто Так Это вот тут Вот так Вот Тут должно быть Во Сидишь на толчке С собой любуешься Ля пота Пойдем красить Стенки В очаровательную лаванду Все большой Банкой краски Ставим Берем кисточку Естественно Не кисточку А валик И погнали Мазюкать стены Хочу заметить Что я стал Чутка продуктивнее В хаус флиппере По крайней мере И Или мне так кажется Я выполнил уже Четыре задания Получается Четвертое же Это задание Да Ну да Хоть и третье Было Не особо Прям Охренеть Какое большое Но все же Не Ну ты подожди А как я там Покрасить должен Что за развод А как я там Покрасить должен Ребятки Ну Что такое Ну я буду красить Вот так Потому что я могу Если что Короче Если я увижу Что мне не хватает Процентов Я знаю Где я не докрасил Хотя бы Ну кто Блин Лучше б шкаф Отодвинул Да Сейчас сидишь И поражаешься Говорит Тупой какой Я вот шкаф бы Отодвинул Да покрасил Нет Так не интересно Шкаф любой Может отодвинуть А я вот так Красить хочу Мог бы конечно Банку с краской Пододвинуть Чтобы Залезть на нее И покрасить с нее Но это тоже Не интересно Так гораздо Более Вот ты догадайся Что я хотел сказать Я сам не знаю Так более Задуманно Что ли Как-то Замудренно Ну-ка Ся Да что ж ты Запрыгни уже сюда Парарарам 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 Пам-пам Блин Опять нас просят Откосы красить Все Так С этой комнатой Мы закончили Едем дальше Едем дальше Вот в эту О нет Не в эту комнату Я здесь в ванной Забыл совсем Так здесь Здесь тоже Наверное Ничего не нужно Да и здесь Тоже ничего Погоди Все что ли Нет спальня Спальня нужна Еще спальня Две спальни Надо еще покрасить А где они Ааа Тут еще Вот есть кухня А вот есть спальня И здесь нам нужно Покрасить с тобой В синеву Тоже большую банку Краски купим Что если что Потом все Продадим Один хрен Какая разница Но чтобы Лишний Ну еще раз Не покупать Если вдруг Не хватит Просто знаешь Залезать В эту Венюшку Покупать Краску Эту Оно мне нужно Мне это конечно Не нужно Та-ра-ра-рам Та-ра-ра-рам Сразу Откосы Покрасим Все что было Покрашено Почему бы И нет Блин Очень быстро Красится Но быстрее Было бы Если можно Было бы По три Красить Было бы Вообще Отлично Я бы тут Вообще Прям Уже Покрасил Будь сто Раз Хотя Меня в принципе И такая Скорость Покраски Устраивает Я бы Я бы Прям Чуточку Чуточку Прям Прибавил В скорости И было Вообще Классно Особо Даже Не нужно Больше Ничего Делать Просто Чуточку 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 Прибавить Скорость И будет Вообще Класс Будет реально Хорошо Так 93 А вот Еще где Не покрашено Ну Красься Ты Ну Давай Ты сможешь Я в тебя Верю Все Так Ой С этим Мы закончили Продаем Краску Ну Я взял За 960 Рублей И еще Одна Комната Находится Где Вот она В небесную Синеву Естественно Я сейчас Закрашиваем И заканчиваем Серию Потому что Столько много Ремонтов Делать В одну серию Это А почему Подожди Представь Забагалась И не давала Мне покрасить Набрать краски Не давала Из банки Опять Очку Умение Дали Покраска Быстрее Расход Краски Ладно Расход Краски Будем Уменьшать Потому что Мне сказали Что это Очень полезно И типа Валик Реже Нужно будет Кунать В Банку Ну да Я вижу Прям я Покрасил Уже Много 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 Покрасил А она у меня Только вот Закончилась Хотя Как-то Не прям Сильно Заметно Но все Равно Заметно Чем я без вас Сделал Без таких Умных Людей Это прям Без всякого Сарказма Сказано Это прям Серьезно Сказано То есть Вы пишете Реально Полезные Советы Типа Че прокачиваю Че не прокачиваю В итоге Конечно Мы все равно Все прокачаем Потому что Ну Игра Наверняка На это и задумана Что Мы В любом Случай Все закончим Прокачивать Любой навык Мы прокачаем До максимума Просто В самом начале Прокачивать Нужны Вот именно Такие вот Вещи Чтобы не тратить Время На набор Краски Например На покупку Более На дорогие Покупки Краски То есть Чтобы деньги Экономить На краски На этой Хоть мы Не сильно Много Сэкономили Но все равно Эта экономия Какая Никакая Правильно Правильно Тэкс Все Здесь покрасили Откосы Остаются Да Откосы Остаются Что-то Очень больно Много У меня Процентов Еще для Откосов А хотя Не Немного Все За пол Тысячи Ой за пол Тысячи За пол Миллиона Мы взяли И накрасили Мужику Как ее называют Дом Красота И в ванную Преобразили И комнаты Перекрасили Вообще молодцы Большие Пойдем посмотрим Сколько стоит дом Я хочу Все-таки В итоге Такую Самарты Вот этой вот Или как ее там Звать Майерс Купить дом Потому что Мне там написали Что вот очень Очень нужен он Ой не туда Нажал в браузер Где Самарти По-моему Ее зовут Дом Бухгалтера Сад Постой Самарти Майерс У нас уже Есть деньги А давай Мы его И купим Самарти Майерс Большой Красивый Да это он Где там написано Дом Самарти Майерс Продается Большой Красивый Дом В отдаленном Районе Настоящая Находка Для людей Ценящая Тишину И спокойствие Желающих Отдохнуть От шума Города И множества Людей Здесь не будет Никого Кроме тебя Твоего дома И окружающей Природы Дом Оставленный Много лет Назад Нуждается В существенном Ремонте Но в правильных И заботливых Руках Он превратится В настоящую Жемчужину Суеверным Людям Покупка Не рекомендуется Но я Не суеверный Поэтому Давай Давай Возьмем 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 Купим Его И Что за звук Сейчас был Ой Так Ну ладно Давайте мы К этому Дому Перейдем В следующей серии Уже Заинтриговали Спасибо большое За просмотр Ставьте Комментарии Пиши лайки Увидимся С тобой В следующей серии И в других Игрушках И Всем пока